Афинажному заводу исполнилось 95 лет. Сейчас здесь выпускают по 15 тонн чистейшего золота в год. В списке продукции серебро, палладий и платина. Как выплавляют золотые слитки и как предприятия спасли от закрытия, узнал Александр Сульдин. Здесь выпускают чистейшее золото из такого вот неприглядного на вид сырья. Все это плавят, потом помещают в царскую водку, гремучую смесь из концентрированной азотной и соляной кислот. Все, чтобы благородный металл очистить от других примесей, нельзя ни крошки потерять. Оглушающий рев, как у самолетных турбин, литейный цех. Здесь царство очень высоких температур. Сейчас происходит расплав металла. Его доводят до температуры приблизительно 1200-1250 градусов для того, чтобы он не застыл в тигле. Тигель – емкость для плавления металла. Потом его льют в изложницу, форму в которой получаются красивые слитки. 1 грамм, килограмм, 12 килограммов. Частота высочайшая. Подтверждена всеми сертификатами. Качество новосибирского золота признано в том числе и Лондонской биржей драгоценных металлов. Это знак высочайшего мирового признания. Мы ежегодно проходим проверку профмастерства. Ее проводит Лондонская биржа драгоценных металлов ЛБМА. Мы там аккредитованы. Также мы раз в три года проходим проактивный мониторинг. Соответственно, также проводит Лондонская биржа. Завод сюда эвакуировали из Москвы во время Великой Отечественной. Исправно давал стране драгоценные металлы. В частности, сибирским золотом покрыли первый искусственный спутник Земли. В 1991 году производство остановили. Цеха могли вовсе ликвидировать. Однако, руководство нашло деньги на реконструкцию. Совсем в неожиданном месте. Из старых стен выплывили 640 килограммов золота и 4,5 тонны серебра. Работа здесь продолжилась и после приватизации. Финажный завод, районно образующий, градообразующий. И по большому счету, это завод, который на слуху у горожан. В прошлом году наш город стал городом трудовой доблести. И, безусловно, ваши отцы и деды, которые работали здесь, они заслужили это звание. И мы с удовольствием еще раз это подчеркиваем. Продолжают регулярно выпускать чистейшее золото, серебро, палладий, платину. Только благородного желтого металла здесь дают 15 тонн в год. Александр Сульдин, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова